Святым мощам всегда присуща чудодейственная благодать Святого Духа. Почитание святых мощей Один из великих и славных даров, данных Богом человечеству, нетленные и чудотворные мощи святых угодников Божиих. Со всего света в храмы и монастыри, в древние пещеры и на кладбище, идут поклониться этим святыням тысячи верующих. С верой и молитвой, прикладываясь к священным останкам святых, они получают исцеление в болезнях, утешение в скорбях. Почитая святые мощи, люди верят не в могущество или силу самих по себе останков, а в молитвенную помощь святых, перед мощами которых они предстоят. Основанием для христианского почитания нетленных останков святых является Боговоплощение Господа нашего Иисуса Христа. Восприняв человеческое естество во всей полноте, Господь тем самым осветил и возвеличил его. Постом, непрестанной молитвой, трудом и исполнением евангельских заповедей, по милости Божией святые угодники удостаиваются божественной благодати. Она освящает не только их душу, но и тело. Преображенные божественным светом, тела их становятся храмами Святого Духа. В них Бог живет своей благодатью и после телесной кончины святого и совершает через нетленные останки великие чудеса. Повествуя о чудотворной силе святых мощей, преподобный Ефрем Сирин говорит «Святые и по смерти действуют, как живые, исцеляют больных, изгоняют бесов и силой Господа отражают всякое лукавое влияние». Слово «Мощи» в славянском языке означает «останки». К «Костанкам» относится не только тело святого. В деяниях святых апостолов рассказывается о чудесных исцелениях от платков и пояса, взятых с тела апостола Павла. Известны случаи, когда от мощей святых угодников Божиих проистекала благоуханная мира чудодейственной силы. История почитания нетленных останков святых уходит в глубокую древность. Предание повествует, что еще во времена Ветхого Завета праотец Ной, входя в ковчег перед всемирным потопом, взял с собой останки Адама. После потопа старший сын Ноя Сим похоронил главу Адама на месте, которое назвал Лобным. «Спустя века на этом месте, именуемом Гора Голгофа, был распят Господь наш Иисус Христос». Благоговейно почитали останки святых мучеников и первые христиане. Одно из древних свидетельств тому – описание мученической кончины святого Поликарпа, епископа Смирнского, составленное в 157 году. В нем говорится, что смирнские христиане после мученической кончины их епископа с благоговением собрали его останки. Святые мощи другого подвижника, святого Игнатия, епископа Антиохийского, брошенного на растерзание диким зверям в правление императора Трояна, были также с благоговением взяты христианами. Верующие собирают пепел от сожженных святых тел мучеников и, обмытые чистым вином кости их, стараются добыть себе, хранить в своих домах, носить на груди святой прах, как священный дар и залог благополучия. Писал один из раннехристианских поэтов того времени Пруденций. В VIII веке, после VII Вселенского Собора, почитание мощей стало всеобщим правилом. В деяниях Собора говорилось «Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых, как спасительные источники, многообразно изливающие благодеяния на немощных». Тогда же было установлено, в каждом храме на престоле, где приносится бескровная жертва, полагать антиминс – шелковый плат с частицей мощей какого-либо святого. Без антиминса нельзя совершать божественную литургию. Нетленные мощи подвижника и чудеса, происходящие от них, обыкновенно являлись божественными знамениями для прославления его в лике святых. Однако это не всегда было основанием для канонизации. Известно множество святых, чьи нетленные останки находятся под спудом, то есть захоронены в земле. На Руси к мощам святых угодников Божиих относились с большим благоговением и почитанием. Еще в XI веке равноапостольный князь Владимир привез мощи святителя Климента, епископа римского, и положил их в Десятинной церкви в Киеве. Русские цари часто благословляли своих детей крестами или иконами с частицами мощей. Как и много веков назад, поклониться нетленным мощам русских мучеников, святителей и преподобных Идут сегодня тысячи паломников. Бог оставил нам мощи святых, желая привести нас к одинаковой с ними ревности.